Здравствуйте! В эфире 9.5. Супер новости от телевизионного агентства Урала в студии Накинь Шеремет. Было, в общем-то, неплохо, но не для всех. И не по части погоды сегодня в программе. Сегодня в одном из секс-шопов большого города на цене, как фалоимитаторам и прочим игрушкам для взрослых были обнаружены ордена Отечественной войны. В общем, очередная моральная пощетина Екатеринбургу. В канун юбилея победы чиновники мэрии сказали, надо, бизнес ответил, есть. И мы с вами решили торговцы фалоимитаторами. Ночью на Химаше и в Торчермете сгорели еще две легковушки. Скорее всего, это тоже были поджоги. С начала апреля гиростраты испепелили чуть больше четырех десятков автомобилей. Накануне на сортировке трое отчаянных безденежных алкашей штурмом брали алкомаркин. Один из них покусился на водку, второй на коньяк, а третий вообще предпочел сухое. В поселке Бесель двое страждущих мужиков пытались долг затариться пивом на разлип. Получив отказ, один из них дюже обиделся. И улучив момент, когда бармен отвернулся к нему спиной, выдрал из башмака шнурок и набросил его на шею пивного разливщика и стал душить его. В Екатеринбурге обкурившийся с пайсов босой полуголый нарк бегал по козырьку над магазином, а потом спрыгнул и упал. Ну а теперь обо всем этом и многом другом в нашем программе подробно детально. В первую очередь очередная мерзкая выходка в честь 70-летия великой победы над фашистом. Сразу в нескольких екатеринбургских секс-шопах была устроена акция. Скидки к 9 мая, ну а витрины все любовно оформлены орденами Отечественной войны. Вот если бы враги России наняли самых-самых лучших и самых-самых черных пиарщиков, они все равно ничего гнуснее бы не смогли придумать. Сегодня в Екатеринбурге в самом-самом центре миллионника на улице Карла Либнихта в секс-шопе, в названии которого фигурирует одна из поз, был обнаружен очередной перегиб в деле подготовки к 70-летию Великой Победы. На ценниках в левом верхнем углу изображен орден Отечественной войны. Если кто не догнал, речь идет о ценниках в секс-шопе, в магазе, где торгуют всякой развлекушечкой для взрослых. И согласитесь, соседство чисто военного ордена, вручавшегося за подвиги в годы Великой Войны, и фалоимитатора или искусственные вагины – это кощунство и цинизм. Продавщица секс-шопа сообщила, что это, оказывается, такая рекламная акция ко Дню Победы, называемая «Все народу победителю». Ну, типа, многие товары, помеченные орденом Отечественной войны, можно купить со скидкой. Нет, ну, конечно, хорошо, что секс-торговцы в курсе, что скоро День Победы, что они думают о клиентах. Но просто нужно реально отдуплять, что есть такие заведения, в которых символика Великой Войны неуместна. И секс-шоп явно одно из таких заведений. Не то, чтобы народу-победителю не нужны всякие вот такие взрослые штучки. Да, есть люди, которые ими пользуются. Но когда акция называется «Все народу победителю» и при этом на витрине стоит, я извиняюсь, резиновый член, это выглядит примерно как русский, мягко говоря, член вам. Думается, если это сделано не с подачи американских креаторов, то и они не смогли бы придумать большей каверзы. Вчера мы рассказывали, как ветеранов и инвалидов поздравляли с юбилеем Победы в похоронном доме на фоне гробов. Теперь вот еще один косяк на ниве подготовки к 70-летию Победы – орден Отечественной войны на фоне секс-излишеств. Можно было бы предположить, что эта мэрия к празднику всех торговцев обязала обзавестись военной символикой. Но оказалось, нет, это инициатива снизу. По словам мэрского пресс-секретаря Дениса Сухорукова, цитирую, Это абсолютно недопустимо. Насколько мне известно, мэрия давала рекомендации в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне украсить торговые точки в городе плакатами и афишами, посвященными 9 мая. Но, безусловно, не было речи о секс-шопах и ценниках. Мы разберемся, что в этой ситуации можно сделать. Перегибов, связанных с Днем Победы, быть не должно. С такими вещами шутить нельзя. Конец цитаты. Ну и во второй половине дня, когда кипиш уже прошелестел по сети, в секс-шопе одумались. Цитирую коммерческого директора сети секс-магазов Дмитрия Щепина. Наша сеть проводит кампанию по скидкам на товары для здоровья. Кампания соответствует идеям нашей политики, которую мы проводим уже много лет. Это патриотизм, вклад в здоровье, в демографию России, в укрепление культуры семейных ценностей. 70-летие Победы – повод колоссальный. Поэтому мы отразили на ценниках символ Победы. Вопрос спорный. Это вызвало недовольство. Поэтому руководство приняло решение убрать его с ценником. Конец цитаты. Ну что ж, раскаяние есть, исправление есть, и это уже хорошо. Но это низший уровень. Но это все равно, что нагрешить и покаяться. Но гораздо круче довести себя до такого духовного состояния, чтобы упреждать грех. Не делать того, о чем заведомо будешь жалеть. Не говорить того, о чем заведомо будешь жалеть. И даже не думать того, о чем заведомо будешь жалеть. Но покаяние и исправление – это тоже круто. На это способна очень небольшая часть человечества. Минувшей ночью в Екатеринбургских дворах сгорели два очередных автомобиля. В половине первого по полуночи сигнал в пожарную охрану поступил от жильцов дома номер 8 по улице Альпинистов, что в микрорайоне Химаш. Здесь по неустановленной причине загорелся автомобиль редкой для наших мест марки Deo Lanos. Дело в том, что в России эта модель продавалась под брендом Chevrolet. А Deo она называлась по месту своей сборки в Украине, а также в странах, куда украинцы экспортировали ее. Если верить наклейке, этот экземпляр эксплуатировался в Германии. А судя по госномеру, единственному, причем хранившемуся в багажнике, Lanos был пригнан из Москвы. Машина была не припаркована, а словно брошена частично на газоне, частично на краю проезжей части улицы Альпинистов. Поскольку разные части кузова Deo имели разную окраску, автомобиль запомнился местным жителям. И они сообщили, что ранее этот Lanos стоял во дворе одного из домов, там же на Химаше. Затем оказался здесь на Альпинистов и простоял в такой неудобной позе около недели. Хозяев этой машины никто припомнить не смог. Пожарным экспертам предстоит установить, что стало причиной возгорания машины. Поджог или самовозгорание в результате замыкания проводки. Эту же причину, короткое замыкание, рассматривают и во втором случае, произошедшем в половине четвертого часа ночи на улице Селькоровской. Здесь сгорела Лада 14-й модели. Хозяин которой с предположениями дознавателей не согласен и уже подал заявление в полицию. Напомним, с начала апреля в Екатеринбурге в вагне сгинули же четыре десятка машин. И как минимум половина из них почему-то злому умыслу. Полицейские всего города ориентированы своим начальством на поиск злодеев. Однако пока им попадаются не серийные, а штучные пироманы. Позавчера это были два 13-летних школьника, баловавшиеся со спичками и матрасом и случайно подпалившие пустой гараж на улице Комсомольской и припаркованный рядом с ним УАЗ Буханку. А также 50-летний водитель троллейбуса, выпивавший со своей подругой в доме в переулке Сосновом на Уралмаше, рассорившийся с ней и в отмеску сжегший свою же Деонексию, ранее подаренную сожительнице. В Екатеринбурге трое алканавтов, не имея денег, но имея большое желание или даже уже потребность выпить, решили нахрапом взять винный магазин. Вот взял коньяк, хотел булькануть, выпить хотел, жажда, нету денег, цыгане обокрали. Все. Три ухмельной апрель объектом своего налета выбрала Алкомаркет на улице Технической, напротив рынка Таганский ряд. Около 8 часов вечера они вошли в магазин и рассосались по трем разным стеллажам, то ли руководствуясь своими вкусами, то ли пытаясь отвлечь внимание продавцов. Затем все трое попытались незаметно вынести каждый по бутылке. Ничего не брал. Как ничего не брал? Ничего не брал. Друзья, ты где что-то взял? Ничего не брал. Чтобы такая целевая аудитория покидала их магазин, ничего не выбрав для себя, такого не может быть, решили работники Алкомаркета и потребовали вернуть украденное. Тогда харизматики решили пробиваться к выходу боем. Но к этому времени на пороге уже показались чоповцы, вызванные тревожной кнопкой, а вслед за ними и сотрудники отдела полиции номер 10. И тогда старший партизан, решив, что терять ему уже нечего, сполз на пол, дотянулся рукой до винной бутылки и уже приготовился вставить мизинец в стеклянное горлышко, чтобы, вдавив пробку внутрь, опрокинуть в свое чрево вожделенное пойло. Но был замечен за этим занятием полицейский. Похоже, страждущие ничуть не удивили своему задержанию у каждого из них, по собственному признанию, не по одному конфликту с законом, а у одного так уже и 8 судимостей. Шансов на то, что эта вылазка им бы удалась, почти не было, но, как говорил герой Кена Кизи... Я хоть попытался, да, черт возьми, хотя бы попробовал. В минувшую среду в уральском поселке Бесерть, в честь которого названа даже целая улица в поселке Елизавет на краю Екатеринбурга, шнурок, использованный в качестве смертоносного оружия, стал для одного из местных орлов путевкой на полное гособеспечение на срок до 10 лет, хотя сам отловленный думает по-другому. Можешь что-нибудь пояснить, за что задерживаешься? Заживайся, сидя себе. Началось все с того, что с улицы Октябрьской в местное отделение полиции позвонила тетенька ночной сторож из продуктового магазина, то есть ясно, что дело было как минимум поздним вечером. Попробуйте угадать, почему магазин название получил именно такое. Тетенька рассказала, что двое неизвестных разбили витрину и сбежали, а разбили ее, видимо, с досады, потому что она их раскусила. Те просили открыть им дверь, типа они привезли товар, надо выгружать, но она на такой голый крючок не клюнула и послала обоих в место рождения. Отрабатывая окрестности, в частности, ближние в Риете, мюзик-холлы и театры опер с балетами, где могли отвисать бессерские гангстеры, участковый, уполномоченный и оперативник уголовного розыска зашли в кафе на улице Революции, которое, похоже, не меняло формат с того события, в честь которого назвали улицу, ну, разве что только телевизор внутри появился. Его и смотрел бармен, а зря, ибо он стоял у него за спиной, так что для того, чтобы видеть, что показывают на экране, он должен был показывать свой затылок посетителям. Таковых было двое, и они на бартендера, который по тарантиновским понятиям never get skilled, имели общий свежевыращенный зуб, а один даже шнурок. Специалист по разливу пива с раками и воблой рассказал полицейским, что эти двое, знакомые ему только на 50%, сразу как зашли, стали у него просить пива в долг. Он им намекнул, почему банк по соседству не торгует пивом, в общем, отказал. Те отошли, но недалеко. Сели тут же за столик играть в нарды. Знаменитая бесердская традиция. В любой непонятной ситуации садись играть в нарды. И вот тут бармен расслабился, повернулся к ним спиной, а к телевизору передом, и один из страдающих пиводефицитом в организме не сдержался и чисто рефлекторно из ботинка достал шнурок и, накинув на шею бармену, стал душить. Шнурок жертве сорвать удалось, но борьба перешла в партер, и там у пожилого общепитовца шансов не было. Нападавший обездвижил его, напялив его одежду на голову, и убежал вместе с приятелем и двумя бутылками вожделенного пива. Бесердь – поселок хоть и типа городского, но вот эта песня и про него тоже. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох и трудно в деревне у нас. Оказалось, что знакомый бармена был пассивным соучастником, но свободолюбивым. Поэтому он быстро рассказал полицейским, что того нападавшего можно прямо сейчас застать в гостях на улице Луговой, что и случилось вскоре. Назови фамилию, имя, отчество. Горький. Лицо, совершившее разбойное нападение на бармена, кафе «Закусочное», установлено и задержано по подозрению в совершении преступления на 72 часа. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Шнурок, как мы уже говорили в начале, зачли ему как предмет, использованный в качестве оружия при разбойном нападении. Отсюда и перспектива провести до двух пятилеток в неволе по 162-й части 2-й. В Екатеринбурге столкновение двух машин попало в объектив видеорегистратора. Авария произошла во вторник в 7 часов вечера на пересечении улицы Московской и Денисова-Уральского. Белый Hyundai Solaris, следовавший со стороны вторчерметов в сторону центра города, по какой-то причине решил повернуть налево на улицу Денисова-Уральского и был атакован Шкодой Фаби. Виновником аварии был признан водитель Solaris, поскольку его маневр был дважды незаконен. Во-первых, уже почти год после сооружения транспортной развязки Московской объездная, поворот с Московской на Денисова-Уральского запрещен. Во-вторых, даже нарушая, стоило бы пропустить машину, пересекавшую перекресток в прямом направлении. Сегодня по центру Екатеринбурга скромно и с достоинством. Обходя дороги по тротуарам, чтобы не погружать в беспросветные пробки большой и такой родной для них город, огромная армянская толпа, около тысячи человек, прошла с флагами своей национальности российскими еще разных стран от церкви Святого Карапета на улице Белинского до Свято-Троицкого кафедрального собора. Скорбное молчание в память о своих предках, ставших жертвами геноцида в Османской империи сто лет назад и причисленных накануне к лику святых мучеников, сопровождало их неблизкий и недалекий путь от храма к храму. Вскоре все вернулись назад. До последней минуты никто, похоже, даже гаишники толком не знали, состоится ли вообще это мирное шествие под единым скорбным лозунгом «Помню и требую». Впрочем, сначала к огню памяти, вспыхнувшему на церковном подворье, легли алые гвоздики и застыли там, как век назад, капли армянской крови на землях Османской империи. Для нас, для армян, которые пережили все это, этот день поистине является днем обета перед Богом, перед своими отцами, перед той родиной, которую мы потеряли. В мире найдется немало народов, которых судьба и воинствующие. Сильные соседи заставили разбрестись по всему миру. Но кроме армян, пожалуй, лишь евреи по-настоящему помнят о страданиях своих предков. После шествия памяти и вечерней службы под сводами церкви святого Карапета, или по-русски говоря, Иоанна Крестителя при Тече Христа, была памятная трапеза и концерт в детской филармонии. Впрочем, если отбросить дела мирские и воззрить на небеса, то, пожалуй, главное каноническое событие, предварившее сегодняшнюю памятную на целый век дату в жизни армян, произошло накануне, с 6 до 8.15 вечера. Из-под сводов первопрестольного храма Эч-Миадзин транслировалось по всему миру богослужение, в ходе которого почти полтора миллиона армян были причислены к лику святых великомучеников. Никогда еще в истории человечества не было столь масштабной канонизации практически целого народа, ставшего жертвой геноцида. В первопрестольном святом Эч-Миадзине, в духовном центре всех армянских церквей, будет прославление в лике святых полтора миллиона мучеников, которые приняли мученическую смерть, не предавая своего вероисповедания, свою церковь, свою родину и своего спасителя Христа. В 2015 по Уральскому времени или на час раньше по Ереванскому в Екатеринбурге зазвонили колокола на всех звонницах большого города. А вечером представители армянской диаспоры приносили к подножью своей церкви, облицованной розовым туфом с их исторической родины, поминальные свечи. Спустя пару минут в нашей программе приключений полуголого наркомана на магазинной крыше целая серия автокатастроф. Ну а на Екатеринбургской керамике случился червивый ребрендинг. Вообще изначально там была избушка, потом на ее месте нелегально вырос двухэтажный особняк. Потом в особняке завелся подпольный хоспис. Ну старики нелегально умирали, а теперь там совсем все хорошо. На первом этаже нелегально моют машины, ну а на втором этаже преступно играет в покер в подпольном покерном зале. Рассвет малого бизнеса, который по мнению целого ряда экономистов и экспертов обязательно спасет Россию, когда у нас закончится нефть. В Екатеринбурге в 11 часов утра на Белинского 152. В западню попал полуголый парень явно неадекватного поведения. Как он забрался на козыречную крышу над входами в магазины, сие история умалчивает. Камера стала наблюдать за неадекватосом, когда тот уже находился на уровне второго этажа и судорожно искал пути эвакуации. А вариантов у него было, прям скажем, немного. Уйти в окно, но окна в этом месте преимущественно зарешоченные, а те, что без решеток, хозяева не открыли. Их можно понять. Либо прыгать с крыши вниз. Вот второй возможностью клиент и решил воспользоваться, ибо он не царь Петр, чтобы прорубать окно. Но прыгать страшно. Во-первых, пациент оказался босым, а без бот можно ногу сломать или вывихнуть. Во-вторых, состояние явно не такое, чтобы трезво оценивать ситуацию и свои возможности. Судя по хаотическо-нервическим движениям рук, человек находился либо в обдолбанном состоянии, либо в уделанном, что в сущности эквивалентно. Смотрим за первой попыткой человеческой самоэвакуации с козырька. Завис, выломал днище козырька, прыгать испугался, полез обратно. Неудача. Че делать? Метнулся повдоль магазинской крыши, подхватил палку, обследовал места возможного экзита, подходящей точки не нашел, сел, расстроился. И в этот момент случилось смешное. Неожиданно в машине оператора заиграла песня. Согласитесь, у создателя реальности наиблестяйшее чувство юмора. Отсидевшись, полуголый приободрился, опершись на палку, стал демонстрировать оператору, мягко говоря, ягодицы. Ну, видимо, чтоб кровь к ошарашенному мозгу хоть как-то притекла. После чего, с новыми силами, стал искать выход. Если не знать, что это растерянный и обжабанный клиент, то, глядя на него с палкой, можно подумать, что это спортсмен-разрядник, специалист по кунг-фу, вышел с утреца на крышу сделать зарядку. Короче, по концовке, так и не найдя выхода в этой части козырька, он метнулся обратно, видимо, вспомнив, что там было лучше, и со всей решимостью ломанулся вниз. Повис на одной руке, и в итоге то ли решился, то ли просто сорвался. В общем, приземлился. Место выбрал, прям скажем, максимально неудачное. Крыльцо со ступеньками и металлическими перилами. Но, вроде как, плюхнулся без травм. Хотя у людей в убитом состоянии ощущение травмы появляется немного погодя. Пока парень осознавал, что он цел, и ему удалось вырваться из плена иллюзий, он стоял на коленях. И поначалу показалось, что он сломался. И смотрите, нашелся в Екатеринбурге добрый человек, Мэн энд Блэк, который протянул руку помощи этому падшему типу и помог ему подняться с колен. Вот такие люди всегда радуют. И те, которые протягивают руку помощи, и те, которые выбираются из состояния падшести. Чем завершился этот эпизод из жизни обдолбанного в 11 часов утра человека, сие история умалчивает. Съемка завершилась в тот момент, когда на точку подъехали, видимо, вызванные магазинщиками чоповцы. Но поскольку ни Мэн энд Блэк, ни честные охранники, никакой скорой помощи клиенту не оказывали, поскольку он на физическое здоровье не жаловался. Ну, а в остальном, с гулым турсом и босиком по Екатеринбургу ходить же не запрещено. Типа я, спортсмен-разрядник, кунг-фуист. Ща только на крышу за палкой сползаю и начну тренировку. 39-летняя автомобилистка предварительно названа виновной в тяжелой аварии, произошедшей сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге. В 7.50 на 31-м километре Екат дама, управлявшая «Ладой» 14-й модели, двигаясь со стороны Серовского тракта в сторону Режевского, совершила неудачную попытку обгона впереди идущих машин. Водитель автомашины ВАЗ-2114, двигаясь по автодороге Екат со стороны Верхней Пышмы в сторону города Березовска, не справляется с управлением, допустая столкновение с автомашиной ВАЗ-21099. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получают травму различной степени тяжести. Оба водителя, хотя остались живы, получили тяжелейшие ранения. Виновница аварии была отправлена в Березовский с сотрясением головного мозга, переломом таза, переломом ребер и правой руки. 35-летний водитель 99-й «Лады» на скорой был доставлен в Екатеринбургскую 23-ю горбольницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, переломом правого колена и переломом позвоночника. Обращаюсь к участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательны при управлении транспортным средством. И соблюдайте скоростной режим. В городе-герое Москва, в центральной части Златоглавой на Яузском бульваре, в тамошнем хостеле, ну типа в очень бюджетной гостинице, произошла малозначительная драка, которую СМИ раскачали до уровня чуть ли не федеральной новости. А все потому, что побитый недовольным постояльцем хозяин хостела Евгений Чигвинцев представился внуком Эдуарда Росселя, первого законно избранного Свердловского губернатора, а ныне российского сенатора. Первым начал разгон этого бреда Live News. Ну, им ладно, им можно. Москвичи не обязаны знать, какие внуки есть у одного из 170 членов Сокпеда. Но странно, что этот бред подхватили местные, екатеринбургские СМИ. Хотя любой свердловчанин знает, что у Эдуарда Росселя один половозрелый внук, теоретически способный владеть хостелом, это Александр Россель. Эдуард Иргардович его никогда не скрывал. Как Саша Россель растет, СМИ следили регулярно. Как выглядит этот натуральный блондин, думается, не забыли не только СМИ, но и остальные обитатели региона, которым Эдуард Россель руководил 18 лет. И по меньшей мере странно, что местные информагентства без обиняков заявили, что, мол, где в Москве избит внук Росселя, Евгений Чигвинцев. Это что-то из цикла «Внук лейтенанта Шмидта». Совершенно очевидно и без комментариев Эдуарда Росселя, что владелец хостела просто лупанул лажу, обманул. Но какая у человека фантазия? Почему он представился внуком именно сенатора Росселя? Сие неведомо. Сам Эдуард Иргардович, естественно, прокомментировал эту историю в том духе, что у него внук Александр. Он учился и сейчас пригодился в Екатеринбурге. Кто такой Евгений Чигвинцев, он не знает. Вот такая драка с гоном и дальнейшим разгоном. Великая сила искусства. А ведь по итогам всех этих сообщений, кто-то наверняка останется уверенным, что в Москве клиент хостела избил внука Росселя. Понедельник 13-е стал несчастливым днем для очередных хитро выделанных дельцов, которые отказываются верить, что уже много лет эксплуатировать тягу граждан к азартному саморазорению, по закону можно только в специально выделенных для этого зонах. А наша зона, она только рискованного земледелия. Впрочем, любители рискнуть есть у нас не только среди крестьян. Одна вполне себе крестьянского вида изба в частном секторе на улице имени героически погибшего сотрудника Свердловского комвольно-суконного комбината в частном секторе возле самого Свердловского завода керамических изделий стала таким гнездом совершенно чуждого советскому человеку образа жизни. Дом по адресу Лепустина 124 после перестройки превратился в двухэтажный частный хоспис. Стоящее рядом, кстати, до сих пор числится как неказенный дом престарелых, где люди, выражаясь языком пенсионного фонда, доживают. Но потом упомянутая изба резко поменяла профиль и не тихая смерть, а буйная жизнь там забила ключом. К этому ключу приделали шланг и на первом этаже образовалась автомойка. При этом на этаже втором можно было развлекнуться. На втором этаже автомойки, поднимаясь наверх, стоял покерный стол. При внесении депозитов в 3000 рублей можно было спокойно поиграть в покер. Тут стоит заметить, что заварившие эту разоблачительную кашу общественники из фонда гражданской безопасности буквально прильнули к собственным истокам. Ведь изначально они назывались инициативной группой граждан по противодействию незаконному игровому бизнесу. Впрочем, наши зрители помнят, что такой узкопленочный формат игропни выдерживали недолго и быстро освоили смежные дисциплины по противодействию самым разным угрозам гражданской безопасности. Оперативным путем путевые парни вышли на покерного организатора и втерлись в его доверие так глубоко, что вскоре получили смс-ку с приглашением приехать и поиграть. Входной билет всего 3000 рублей, ну и там несколько денежек на ставки, фишки и прочую лабуду. Выдвигаясь на место, вместе с полицейскими отдела экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу, добровольцы-вторженцы были снабжены специальными купюрами, которые спустя некоторый промежуток времени превратились в вещественное доказательство оплаты незаконных в наших краях услуг. Кроме четверых игрунов, в надмоечном казино нашлась девушка-крупье, которая честно призналась, что это она организует здесь незаконные игры, чем рискует сейчас навлечь на себя до полумиллиона рублей штрафа и до двух лет лишения свободы по соответствующей статье УК РФ. Я думаю, что сегодня предприниматель заработал порядка 10 тысяч рублей, но остатки фишки, разумеется, у него сегодня заверут, и он потеряет около 800 тысяч рублей в пластиковом эквиваленте. Пластиковый эквивалент – это тот самый чемодан с фишками на упомянутую сумму в рублях. Некоторые из фишек оказались при этом экзотической породы, из московского казино «Черри». По подсчетам людей знающих, покерный клубчик «Налепустина-124» просуществовал одну неделю. В целом в дальнейшем укрепление национального механизма подбеспечивая разность права и разность возможностей. Молодая гостья из села Криулина, того, что далеко на западе Горноуральщины, под Красноуфимском, переступая порог уральской приемной президента, крепилась как могла. Но вспомнив малышку Соню, все же расплакалась. У меня один и третий ребенок, он оказался инвалидом. Я сказал, что можно слуховой аппарат, не сможешь мне откупить. Третий ребенок в семье Позденных появился на свет с синдромом ДЦП. Пусть Соня хотя бы слышит, решили родители годовалой малышки. И на последние деньги купили ей слуховой аппарат. Тот, что подешевле. На нормальный мощный прибор нужны были и 1060, а таких денег у Сониных родителей просто не было. Соцминистр Злоказов уточнил, Сонина семья очень скоро получит компенсацию за первый слуховой аппарат. Губернатор поручил чиновникам обеспечить Соню и вторым прибором. И дал им срок 3 месяца и 7 дней. Васа Трофимовна, вдова фронтовика, после 4 инсультов с постели почти не встает. Но старушка ждет не дождется, когда внучка Лера принесет ей ключи от новой квартиры. В старой жить уже невозможно. Васа Малышина попала в список 135 уральских ветеранов, которые будут обеспечены жильем в этом году. Лера и бабушка вместо жилья по соцнайму согласились на денежную компенсацию и планировали полтора миллиона внести в качестве первого взноса на долевку. Но чиновники районной префектуры сказали Лере, ждите до сентября. Мы написали заявление, я офицер бабушки, нашли квартиру, там уже осталось всего 4 квартиры в доме для любого строительства. Сейчас говорят, что это будет только в сентябре. Губернатор поручил Минструю помочь вдове фронтовика. Министр Сергей Бедонько заверил Леру, что к 1 мая она получит нужное уведомление о денежной выплате. Тем более, что деньги из федерального бюджета на решение квартирных вопросов для ветеранов из списка 2015 года уже пришли в область, уточнил чиновник. Каменский сирота Максим Мусаев, чтобы решить свой квартирный вопрос, отправил электронное послание на сайт самого президента Путина. Парень 7 лет ждет и ходит по замкнутому кругу. В 2011 он даже получил бумагу из суда с предписанием выдать ему жилье в Каменском округе по договору соцнайма. Но даже из самой большой кипы бумаг крышу над головой никак не построишь. К тому же без прописки сирота Каменский не мог найти работу в родном городе и подался на стройку в Екатеринбург. Чиновница фонда Жилстроя долго и обстоятельно объясняла губернатору, почему в Каменском округе аукционы на строительство жилья для льготников то и дело срываются. Как все же отыскался один застройщик, который вскоре объявил себя банкротом. И еще о том, что в Каменске-Уральском сирота сможет получить жилье. В Каменске-Уральском у нас строится 74 квартиры. 20 квартир сданы, но там квартиры уже распределены приказами. 54 квартиры достраиваются в этом году. То есть если мы успеем в этой квартире получить, то по договору с охранностью может ключи получить уже в этом году. А окончательно договор социальной войны с муниципалитетом. Чтобы сироты Каменские могли получить законное жилье, в соседнем муниципалитете нужно изменить результивные части судебных решений по их делам. Можно пойти по этой схеме и жилье Максим сможет получить уже в начале 2016-го. Ему нужно лишь написать заявление. Наш фонд, уточнила чиновница. Губернатор был возмущен этой чиновничьей волокитой. И тем, что сирота, лишь переступив порог приемной президента, узнал, что ему нужно сделать. О чем он до вчерашнего дня, естественно, даже не догадывался. Александр, объясните, почему раньше этого не сделали? Почему нужно было для того, чтобы ко мне на прием пришел? Чтобы здесь, перед тем, как принять человека, вы нашли решение. Почему раньше этого не допустили? Евгений Куйвышев предложил Максиму позвать его на новоселье. Не то, чтобы глава региона напрашивался на чаепитие. Это скорее властная гарантия, что сирота не останется без жилья. В Гагарском поселке под Белояркой молодые мамы ждут, когда отремонтируют детский садик «Березка», который полуразрушенным военное ведомство передало муниципалитету. В соседнем мест для малышей катастрофически не хватает. Я могу даже показать вам, какая остается она в очереди. В садике нужно ремонтировать и кровлю, и фундамент, менять трубы и провода. Ремонтный проект проходит экспертизу, доложил райпрефект Юдин. А министр Бектуганов сообщил о том, что из бюджета области на ремонт садика выделены деньги. И добавил, что к первому сентября они рассчитывают объект сдать в эксплуатацию. Такие вот простые, насущные и житейские вопросы решал накануне губернатор в приемной президента Путина. Казалось бы, все людские проблемы из-за разряда рабочих, для чиновников разных уровней. Но без властного кнута и пряника как-то не получается решить их вовремя. Чтобы народ попусту не оббивал пороги приемной самого. Целек дальнейшего укрепления национального механизма, подеспечивающего равных прав, равных возможностей. Мэрии Екатеринбурга запретили настраивать историческое здание, входящее в комплекс городской ратуши. Как выяснилось, ранее администрация уральской столицы обратилась в Министерство по управлению госимуществом Свердловской области за разрешением на реконструкцию объекта культурного наследия областного значения, называемого «деловой дом». Речь идет о части здания администрации, расположенной на улице 8 марта и Банковском переулке. Это здание было построено в 1926-1928 годах, когда самого здания распространяемыми курантами еще и в планах не было. Оно имеет примерно ту же высоту, что и главное здание, однако из-за более высоких этажей меньше на целый этаж. Размещая на сайте госзакупок заказ на разработку проекта реконструкции здания, мэрия сделала акцент на ремонте фасада и, как бы между прочим, добавила достройку пятого этажа, сообщает городской портал Е1. Однако заместитель министра УГИСО Никоноров в своем ответном письме отказывает в таком разрешении. Оказывается, с 22 января этого года вступили в действие поправки к федеральному закону о памятниках истории и культуры, запрещающей изменять объем охраняемых объектов. Появився этот закон раньше, Екатеринбург не лишился бы пассажа. Не громоздились бы сейчас стеклянные галереи торгового центра Европы над комплексом архитектурных памятников, да и реконструируя дом Севастьянова, архитекторы не смогли бы застроить его двор. Обратный сил этот закон, конечно, не имеет, но и новые надстройки памятников истории и культуры не дозволяют. Мэрии же Екатеринбурга в МГИСО посоветовали, если им не хватает площадей для работы, выгнать предприятия от торговли, традиционно вот уже многие десятилетия занимающие первый этаж делового дома. Это и модные магазины, и несколько ресторанов, и кафетерий, и салоны связи. Правда, если это произойдет, историческое функциональное здание пострадает не меньше, чем если бы его надстраивали. В свою очередь, городской архитектурно-градостроительный совет согласовал застройщикам концепцию строительства многофункционального комплекса административно-жилого назначения, включающего памятник архитектуры, мельницу Борчанинова-Первушина. Здание красного кирпича с меловым декором, построенное в начале 20 века, является одним из символов Екатеринбурга, его визитной карточкой. Этот дом, похожий на замок, бросается в глаза гостям уральской столицы, прибывающим в Екатеринбург по железной дороге. Уже много лет после закрытия Екатеринбургского мельзавода номер 2, это здание пустует, а владелец земельного участка пытается утвердить в мэрии проекты застройки окружающего территории. Два предыдущих проекта, ну точнее концепции, градостроительным советом были отвергнуты по причине излишней объемности. Городские архитекторы предположили, что плотность населения на этом клочке земли может оказаться неподъемной для имеющейся здесь инфраструктуры. А вот третий концепт мэрию вполне удовлетворил. Что он представляет из себя? В первую очередь 36-этажную башню нестандартной формы, чем-то напоминающую одну из екатеринбургских достопримечательностей – Белую башню, благополучно разрушающуюся многие годы на Уралмаше, но только в кубическом исполнении – этакая Белая башня в версии Майнкрафт. Она отделяет мельницу от пятиэтажки, стоящей на углу улиц Челюскинцев и Мамина Сибиряка. А со стороны улицы Азина должен появиться комплекс 12-15-этажных зданий, в том числе так называемое здание «На ножках» с просторным стеллобатом между колоннами для прогулок и отдыха. Дважды столкнувшись с претензиями к объему зданий, но не желая уступать высоте, авторы этого проекта схитрили, разделив главную башню на два объема. Один соизмерим с существующими зданиями, а второй отделяется от первого гигантским окном. И вот уже башня не нависает, а как бы соседствует с памятником архитектуры. Правда, уловка эта работает только на бумаге. Когда концепция оформится в окончательный проект, грани Майнкрафт в Белой башне уже не будут такими белыми, а скорее всего сплошь стеклянными. Здание мельницы, закрытое более высокими домами с востока, с юга и с запада, навеки погрузится в тень, если только не будет оборудовано круглосуточной подсветкой. А имеющейся инфраструктуры в любом случае не хватит для двух тысяч планируемых жильцов и еще стольких же работников офиса. Да, под зданием проектируется огромная автостоянка на 600 машиномест, но только в одной Майнкрафт-башне должно разместиться 730 квартир. А в наше время семей, способных приобрести жилье премиум-класса, но не имеющих по меньшей мере двух машин на семью, уже не найти. Ну и, наконец, какая судьба уготована, собственно, памятнику архитектуры. Здесь застройщик предварительно планирует разместить фитнес-центр, деловой дом и апартаменты высокого класса. Ну, правильно, где еще, как у него вокзала, селиться богатым людям. Члены градостроительного совета в целом одобрили представленную концепцию, попросили уменьшить этажность здания, стоящего вдоль улицы Азина, то есть с южной стороны от мельницы, и без нового утверждения предложили приступать к проектированию всего комплекса. Генерал Иван Жарков попал в тюрьму. Впервые со времен своей отставки в 2002 году в качестве почти простого экскурсанта Иван Данилович прошелся по знаменитым коридорам 13-й Тагильской зоны, в которой в далеком 65-м начиналась его трудовая карьера в мехцехе зоны, которую и до Жаркова, и после него народ за глаза называл и называет ментовской. Пожалуй, самый известный на Урале пенсионер внутренней службы поведал полковнику непочатому, нынешнему начальнику 13-й зоны, историю о тюремной вобле. В самом конце 80-х, когда в Берлине уже рухнула стена, Иван Жарков очень сильно взалкал рыбы. Вызвал к себе в кабинет начальника медсанчасти Сергея Воробьева, и, зная о том, что тот родом из Астрахани, изложил ему свой коммерческий план по доставке в обл на Урал. Тот смотался в командировку, заглянул в рыбсобхоз и договорился о рыбном чартере. Поехал он, звонят машину, послали. Полно, вот так, галки, галку привезли в обл сушеную. Ну, сколько-то офицеры, вольнонаемные разобрали. А дальше, куда ее пивать? Я говорю, вот этот ларек всем осужденным, значит, пожалуйста, подойдите, конечно. В те дни в Тагиле в обл появилась даже в лагерном ларьке. И однажды на встрече с колонистами такие массовые рандеву. Жарков называл вечерами вопросов и ответов. Один из зэков припомнил хозяину ту самую в облу. Друг рука поднимется. Дружина, начальник, в облу завесли. А ты его будешь без зам. Я сижу замполета, говорю. Вот по этой реакции ты можешь судить о настроении коллективов учреждения. Я считаю, что надо делать все, чтобы не опознать людей. Начальник ГУФСИН Сергей Худорожков отставного генерала даже в тюремную чайную сводил. Дескать, теперь колонистам не приходится тайком гонять чаи. Жарков не без иронии заметил. Так ведь они тогда по закоулкам чиферили и курили. А здесь нельзя. Отставной генерал с восторгом рассматривал светлые стены, психлаборатории, медсанчасти, этапного карантина, столовой и клуба. И, вздохнув, сообщил, что в его времена в колонию доставляли краски потемнее. Такие поинтересовались офицеры зоны. И, приподняв кусок гипсокартона в углу, показали спрятанные за ним трубы, выкрашенные в ядовито-темно-синий цвет. Именно такие согласился бывший начальник зоны, в которой когда-то шлифовал тюремные нары. Первый зам министра внутренних дел СССР, зять генсека Брежнева Юрий Чурбанов. Он при Жаркове в 93-м вышел на волю по УДО. А Иван Данилович год спустя стал начальником областного главка УИС. Ныне это ГУФСИН. Времена тогда были крутые, начальство в тюремном ведомстве. Менялось не в плановом порядке, а после нашумевшего захвата заложников в Екатеринбургском централе. А в самом главном областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний сегодня, в перерыве заседания Общественного совета при нем, случилась презентация выставки картин, которые подопечный спецконтингент наваял на тему приближающегося 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Специфика выставки была видна даже невооруженным. Вместо святая святых в виде таблички с авторским наименованием работы и именем автора, каждая из вырвавшихся из неволей 27 картин была снабжена чем-то типа лагерного номера. Дальше выставка станет передвижной и промчится по вузам Екатеринбурга. Первой вне Гувсиновской площадкой станет РГППУ, как университет, имеющий прямейшее касательство к воспитанию, а стало быть и к перевоспитанию. Рост валютных курсов самым негативным образом сказывается на душевном спокойствии молодых российских семей, ожидающих или только что родивших ребенка. Что греха таить, если замена итальянскому пармезану рано или поздно найдется, то в детском ассортименте более половины позиций занимают товары, импортируемые из Старого Света. Хватит ли декретного пособия, чтобы купить коляски, летнюю и зимнюю, кроватку, манежек, ходунки, автокресла? Хватит, если совершать покупки в оптово-розничном центре MyBaby. Даже на новую коллекцию колясок тростей, наиболее авторитетных в мире и уважаемых российскими родителями производителей, таких как Everflo, Inglisina, Selby, Geobi, Leader Kids, цены практически не изменились. По крайней мере, пока. Приезжайте и убедитесь лично. MyBaby, Черняховская, 86-6, 3-й этаж, подъезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги. Через очень незначительный промежуток времени в нашей программе по-прежнему очень скверный и мокрый горнуральский климат, а еще нежитетельская женщина очень удачно сходила на помойку. По мнению ряда экспертов, заработала за раз 780 рублей. Власти, правда, пока не спешат ей платить, пока оформляют якобы все справки и бумажки, но должны. В Нижнем городе Тагилия, в обычной придворной помойке на улице Пархоменко, местная веселая и находчивая женщина отыскала голубой мешок, а в нем желтый мешок. Еще наверняка подумала, вот тебе Наташа и подарок с желто-блокитной Украины. Заглянула в пакеты, ба, оттуда прямо войнушкой пахнула. Патроны, настоящие. 24 автоматных патрона калибра 7,62 лежали особняком в пластиковой баночке. 7,62. 84 пистолетных мелкокалиберных патрона 5,45 мм для тренировочных стрельб находились частично в фирменной картонной упаковке, частично рассыпухой. Увидев такой подарок судьбы, порывшаяся в помойке женщина сочла за благо сдать его в полицию, пока копы ее не опередили. Не задержали с боеприпасами и не впаяли трех гусей. 222 статью УК. Незаконное хранение. В 18-м опе такой добровольной сдачи боеприпасов были несказанно рады. Помоечный сюрприз пересчитали, зафоткали, запротоколировали и отправили на исследование. В настоящее время изъятые боеприпасы направлены на исследование. По данному факту в полиции проводят проверку. Женщина, добровольно сдавшая боеприпасы в органы внутренних дел, по окончании проверки и на основании результатов экспертизы, сможет получить денежное вознаграждение в соответствии с постановлением правительства Свердловской области. Речь идет об областном правительственном постановлении номер 1275 ПП, вступившем в силу 1 января прошлого года. Возникает главный вопрос. Как пересчитать бабло в чужом кармане? Ну, типа, сколько денег получит женщина, добровольно сдавшая патроны в полицию? Вообще, если речь идет об оружии, то его состояние оценивает комиссия и с учетом этого выплачивает деньги. С патронами попроще. Один сданный патрон для нарезного оружия 15 рублей, один сданный мелкокалиберный патрон 5 рублей. Вот и считайте, кому охота. 84 на 5 – 420, плюс 24 на 15 – еще 360. Итого 780 рублей. Неплохо для неожиданной находки в мусорном контейнере. Полицейские, узнав адрес этой патронажной помойки, съездили туда, порылись еще, но ничего запретного больше не нашли. А женщина получит свои законные денежки сразу после окончания проверки. А вот не сдала бы добровольно и прилипла бы, получила бы до трех лет зоны. Вот такие весы. На одной чашке 780 рублей, переводимых на банковские реквизиты, на другой – 3 года изоляции от общества. А вообще, по правительственному постановлению, самое выгодное – добровольно сдавать боевое ручное стрелковое оружие. Как то пистолеты, автоматы, пулеметы и даже гранатометы. За одну штуку, по новейшим расценкам, можно получить 3500 рублей. Очевидно, что честным быть выгодно. И еще очевидно, что время – деньги. Делима такая – или теряешь время на зоне, или получаешь деньги. Классик прав – прощай оружие. И на последоке погода промозгло и мокро. Но вы держитесь. Меньше, чем через неделю на Среднем Урале будет солнце и плюс 20. Последние выходные апреля продолжат приостановившееся было похолодание и поставят Ивдель, даже днем, на грань перехода воды в твердое агрегатное состояние. Однако, не менее таежная Тавда умудрится как-то сохранить запутавшиеся, видимо, хвое остатки тепла. Почему? Увидим через одну карту. На все ближайшие пять ночей Екатеринбургу обещано то балансирование на грани гололеда, то уверенное его образование, а также снег, переходящий в дождь и грозу. А вот это та самая карта через одну, на фоне которой мы собирались пояснить механизм превращения Тавды в самую горячую точку Свердловской области. Все просто. Максимально близкая ей Тюмень завтра мисс Жара Большого Урала. Емкость Ханты-Мансийска на завтра 0,7. Плюс 20 в Мюнхене в честь дня посадки деревьев в Германии. Плюс 21 в Италии в честь дня выращивания сына. И дня рождения Марконий, которого на родине Великого Попова согласны считать максимум радиотехникам. В 223-ю годовщину первой казни на гильотине Париж встретит 15 градусами. Москва, сдержанной десяточкой, отметит тройной день рождения третийка Жириновского и ленинградского жениха Наденьки. Ипполит! Ипполит! Ах, какая гадость! Какая гадость! Это уж изливная рыба! Вот и все, ребята. Время нашей программы, к счастью, прошло к концу. Продолжайте рассмотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok